всем большой большой привет у нас сейчас утро я начинаю снимать новый влог и я буду сейчас готовить себе завтрак я еще немного болею но уже выздоравливаю муж на работе сын в школе и я уже могу себе приготовить завтрак у меня сегодня на завтрак будет салат часто я себе сейчас делаю и будет овся на блин сначала я себе нарежу салат у меня будет вот такой вот салат зеленый лук петрушка 2 помидора и 2 огурца это мне на два раза этой порции хватит и потом уже себе пожарился на блин все вам покажу все мой салат готов теперь я приготовлю овсяный блин салат потом будут заправлять нерафинированным подсолнечным маслом и немножко добавлю соли сейчас будем готовить овсяный блин одно куриное яйцо немного молока где-то 2 столовые ложки взбиваем вилкой взбиваем все смешиваем добавляем овсяную муку да все на блин у нас будет сегодня вместо хлеба к салату такой завтрак очень сытный я им сто процентов наемся и не буду голодный до обеда вот такой у меня сегодня завтра попозже я немножко попью либо кофе либо зеленый чай не знаю еще не решила всем желаю приятного аппетита всем желаю отличного дня я сейчас вот такой испекла торт торт называется вупи пай я делала рецепт пирожных у меня есть на моем кулинарном канале а этот торт завтра будем отмечать день рождения брата младшего мужа и я вот испекла он конечно не такой прям идеально красивый и ровный у меня получился но зато он сделан от души вот так его украсила надеюсь что он будет вкусным очень высокий там четыре коржа такая вот красота у меня вот всем большой большой привет у нас сегодня 29 мая уже прям совсем летом дворе мы сейчас только что ходили с мужем на фильм люди икс апокалипсис ходили в кинотеатр не вылезем который у нас снова ходили старый кинотеатр в азот в общем фильм долго идет мужа с мужем проголодались утром не успели и сейчас как раз поедем фильм понравился ждем пока нам привезут мужа ходили погода наши думаю вы можете видеть у нас очень жарко я в шортах я своих новых сандалик у меня белые ноги поэтому не обращайте особо внимания я в солярий не ходила и стараюсь в этом году у меня почему-то хочется наоборот не загорать пользуюсь солнцезащитными средствами чтобы не обгореть меня кожа очень-очень в этом плане вредно сейчас пока не жарко нас наверное 26 точно градусов есть там там кстати магнит мы сейчас туда и пойдем это большой гипермаркет договорились встретиться что будем ждать здесь так что вот там стройка идет новые дома так сейчас покажу вам покупки продуктов здесь в основном овощи и фрукты совсем немного молочки это все что мы сегодня купили вот такие помидоры в магните по 112-40 но я их брала еще не знаю что я нарвусь на хорошие помидоры мы взяли в этом три штучки я сегодня просто хочу делать шаурму и нужны были помидоры здесь специи это приправа для мяса для курицы и для шашлыка тоже я их покупаю в магните хорошие специи мне не нравится вот такой томатную пасту взяли состав только томаты красные свежие и я всегда ориентируюсь в томатной пасте по составу более дешевые томатной пасты там уже всякие загустители и крахмала и все на свете сок добрый деревенские яблочки очень вкусные очень нравится освежающие кефир домик в деревне однопроцентный это мне бананы банан у нас по 59 40 вот здесь на 36 95 бананы здесь петрушка укроп и лук стоит 35 по моему рублей тоже себе взяла зефир сейчас я его буду замораживать это зефир от компании сокол крем-брюле нравится но чисто белый пломбир классический мне нравится гораздо больше его не было поэтому я еще взяла вот такой половина белый половина розовый это с малиной а это обычный белый классический тоже он отправится сейчас морозилку чаем и замороженный зефир очень нравится муж тоже у меня любит груши такие огромные груши очень красивые по 93 30 на 80 рублей три штучки огурцы огурцы такие тоже красивые мне понравились цветочками я люблю когда свежие по 52 рубля огурцы нас подешевели поэтому я взяла больше на 71 48 дальше здесь грэпфруты грэпфруты по 68 рублей 80 копеек на 57 рублей 2 всего лишь взяла по пол грэпфрута в принципе вечером это нормально вот эти помидоры бакинские они очень очень вкусные они стоят у нас около 200 рублей и вот здесь в трех помидорах кило 300 по моему в трех помидорах но эти помидоры я скорее всего один сегодня потрачу он правда огромный наверно с мою руку на шаурму а из остальных будем делать потом просто салат с огурцами с зеленью так качан капусты молодой по 21 90 килограмм на 26 рублей тоже капуста сегодня отправиться в шаурму для шаурмы вот такие лепешки это в мини варианте мульти злаковые но больших не было поэтому пришлось брать две упаковки маленьких тульская сметана также для шаурмы сегодня взяли 15 процентная сын выбрал себе йогурт двухслойные савушкина вишня черная смородина он двухпроцентный и в общем-то почему-то он его захотел был еще кивик рыжовник но вот взял умер себе взяла творог кукуруза кукуруза в салат либо я ее просто ем с солью мне очень нравится одну банку только правда взяли и еще одни бананы на 58 рублей вот такие вот покупки так что и цены я думаю вы видите какие у нас нас за окном пошел дождь только что кстати вот сегодня воскресенье вчера в субботу также в это время начался дождь и в общем-то сейчас тоже такой ребенок у меня пошел гулять и погуляла на 10 пошел вот дождик а я готовлю ужин нарезала я куриную грудку вот такими вот полосочками со светом у нас сейчас проблематично так как на улице темно из-за дождя и вот такое искусственное освещение и сейчас я посыплю все приправы и будем обжаривать вот такая вот соломка из куриной грудки специях получилось сейчас это все буду класть на сковородку дальше буду резать вот такой вот большой помидор он очень сладкий сочный и ароматный как с теплицы сейчас я его тоже нарежу либо полосочками либо кубиком пришла очередь огурцам капусту молодую тоже тоненько нашинковала например такая вся воздушная и сейчас буду резать зелень курица пожарилась сейчас будем уже формировать наши шабермы терла сыр и кстати нарезала чего блин вообще темно ничего не видно вот как-то вот так так все начинку я разложила лепешки вот такие мульти злаковые с кунжутом и с по моему черным тмином вот здесь куриное филе сыр лук помидор огурец и молодая капуста вот такая начинка у моей шавермы будет лепешки маленькие не очень удобно будет сворачивать сейчас уже поставила сковородку буду обжаривать когда сделаю же рулеты чтобы они не развалились вот так пока у меня получается сейчас буду заворачивать наверное в круглый рулет просто и обжарю и все роза тут у меня тут просит курицу сейчас они обжарится закрепятся чтобы не развалилось ничего и я буду делать уже вторую порцию еще остались у меня четыре лепешки и начинка осталось сейчас мы будем делать до конца моя первая партия готова такие вот они зажаристые и хрустящие получились сейчас отнесу на дегустацию мужа у нас тут все сверкают гроза гром и шаурма вот жарится моя вторая партия шаурмы я их сделала немножко по-другому по-другому завернула потом когда пожарится тоже вам покажу мне кажется такой вариант заворачивания гораздо удобнее чем я сделала первый раз раз обжарится и все завтра муж будет брать с собой на работу второй вариант как завернуть шаурму выглядит вот таким образом то есть я сделала как конвертик на горячую и просто сложила еще края и вот так вот получается как конвертик с начинкой сыром с курицей муж уже две съел принципе время у нас еще только 7 часов он может быть еще попозже также парочку съест сын еще тоже пока не ел и они смотрят там варкрафт я начала смотреть и имени понравилось в общем вот такая у нас сегодня шаурма всем приятного я надеюсь этот влог вам понравится так как вы все поголовно просите обычные домашние влоги я надеюсь что какой-то степени я пожелание исполнила